Настоящая световая медитация силы, которая освободит от кабальной системы глобалистов, разрушения и убийства и управления человеческим разумом. Проводник Ольга. Видео содержит прямую передачу. Слушая это внутренним звуком души, утверждайте благодарность тебе свободная терра, единение, освобождение. Когда выносим благодарность планете через передачу другим, силы у нас в сотни тысяч раз восстанавливаются быстрее и больше. В нас каждом, кто это передает. Все уроки этих видеопередач, они практические. И чтобы усилить более быстрое принятие, высвобождение, понимание, есть необходимость прослушивания предыдущих видео этого канала. Мир, пробудись! Прах, эго, отряхни! И мысли новый путь открой, и чистый, и прямой! Ложности здесь нет. Здесь истина горит, пылает. Планета силу и свободу обретает. Необходимо множеству дать понимание, что такое медитация. Есть очень много разных учений, где ее передают в угоду тому учению, которое проповедуют. И чаще это бывает довольно опасно, довольно губительно для самой сутевости медитации, не касаясь многочисленного разноисповедания. В чем ее разность? Это разное верование, разное вероисповедание. Мы хотим рассказать о медитации, изначально создаваемой в самых тех далеких моментах, житии от человечества, когда Лемурия и Атлантида достигли высочайшего уровня развития. И хотим напомнить, что множество тех, кто это слушает, проживали тогда в том сознании, достигшем высокого уровня развития, в радости, непомерном почитании всего творения. Славили саму жизнь и благодарили эту жизнь. И это был рассвет Лемурии и Атлантиды. И это были времена, когда все человечество практически достигло своего пика совершенства. И как только произошло то, что произошло тогда, вторжение, и много лжи было внесено падшими ангелами и деструктивными цивилизациями. И это исказило само слово «медитация» и ее действия. И порой это приносит то, что сейчас какая-то часть человечества называет «медитация» – это прославление загубленных душ вторгшихся. Почему происходят эти медитации у какого-то количества человечества? Вторгаются загубленные души, и они очень часто вынуждают находиться в состоянии дремотном. Эта дремота – она фальшивая. Практически человек может находиться, как ему кажется, в состоянии медитации 30-40 минут, при этом он не осознает всего. Загубленные души – они ведут эту медитацию по-своему. Они не славят жизнь, они славят смерть и ад. И это их основное, из чего они теперь состоят. И человеческий рассудок, если он находится какое-то продолжительное время в таких состояниях, то он переходит последовательно в это почитание, он становится этим. Да, он продолжает жить, да, он продолжает двигаться, трудиться. Но желание жить и создавать свои благодарности самой жизни и процветанию он уже не создает. Он уже не владеет своим рассудком. Власть при этом забирают вот эти загубленные души, развоплощенные души, которые вторгаются. Есть немалое количество тех существ, которым вторгшаяся к ним нижнеастральная сущность им вещает. Показывает, подсказывает какие-то ситуации, которые физическим взором человек не может видеть. И поэтому у множества возникло к этому почитание еще больше. Даже у тех, у кого нет нарушения. И что дает душа интуиция? Двигает человека. Нужны действия, нужно что-то сделать сегодня, сейчас, чтобы завтра предотвратить какое-то бедствие. А программы развоплощенных душ, падших ангелов, гласят об одном – находиться как можно чаще в этом состоянии бездействия, расслабленности. И к почитанию загробного мира это привело. И это проявлено в тех, кто из вас читает. Насколько вы почитаете смерть гораздо больше, чем саму жизнь. Это проявлено и очень явно сейчас в мире. В таком состоянии у множества человечества коллективное сознание выглядит, какая-то часть находится именно в этом процессе подчинению развоплощенным душам, сублимациям, каким-то еще правилам религиозно-государственным. И там всегда звучит, что вы несовершенны, что вы не обладаете совершенной силой, что вы безвольны, что вы обязаны быть бедными, почитать религию, то есть сатанистские программы. Там ход этих развоплощенных душ, он очень большой у них, и обязательно основывается на чувстве бессилия и чувстве вины. И когда это делают еще на коллективных каких-то сборищах, то это еще больше усиливается. Необходима ясность понимания, что такое медитация. И сейчас это необходимо для множества. Самое важное – не просто для отдельного множества людей, а для всей цивилизации. Потому что энергии космоса, которые сейчас идут усиленным потоком на эту планету, они обладают силой наполненности, светимости. Они обладают мощью космического Христа, вечно сияющего, который утверждал всеми своими, что жизнь вечна и бесконечна. Она изобильна и радостная. Изобилие и радость – это основа всей жизни. Ибо космический Христос – это ваше высшее сознание, без которого, не познав его, вы не сможете обладать этой силой, этой могущественной мудростью. И когда человеку кажется, что он отдыхает в то время, проведя в таких медитациях, то происходит то, что те развоплощенные души или их сублимации, или практические учения, связанные непосредственно со всем этим, проникают. При этом они усиливают свою власть, а власть человеческой души, интуиции, еще больше перекрывают. И тогда человек все меньше и меньше слышит то беспокойство своей интуитивной души тех задач, которые ему необходимо решить. И он бездействует. Интуитивность души всегда может обезопасить человека от любых травм, от любых вторжений, от всего. Это тот джинн, который находится в вас. Это ваша интуиция. И вот такие медитации, и групповые, и разные. И на групповых могут обмениваться сублимациями, душами загубленными. Происходят очень разные, довольно губительные состояния для самих душ, и, конечно, для существа в человеческой форме. И поэтому безволие, которое достигло сейчас такого пикового состояния. Вы видите, что нет никакой угрозы, нет никакого оправдания, и вместе с тем, одна страна убивает другую. Только по той причине, что их гораздо больше, и у них гораздо больше оружия. И убивая другую страну, разрушает планету. Без ее энергии и силы света, человечество выжить нереально. И это происходит. И это увеличивает огромную кармическую задачу очень множества душ. Души будут нести ответственность. И вы, конечно, будете видеть ту боль, тот ужас, если не остановите все это, которое они готовят еще дальше. Эти государственные правители, которые служат нефилим и архонтом. И поэтому, побывав в каком-то деструктивном собрании, вы, приняв идею о том, что нужно квалифицировать какую-то деятельность, которая умножит их запасы денежные, это тоже будет медитация и коллективная. Если все принимают без оглядки, что этот продукт может разрушать, приносить какой-то вред непомерной человечеству и планете, здесь стоит первичная нажива. И тогда интуитивность вовсе захлопывается. И таких сосредоточений, компаний довольно много. Чтобы признать достоинство своей души, необходимо срочно человечеству дать свободу своей интуиции. Тому интуитивному дыханию, которое сейчас человечество, может видеть, слышать. Само дыхание – это пропускной тот могущественный призыв. Такое осознанное дыхание, оно практически уже соприкасается с проническим, что даст возможность огромному количеству человечества раскрыть свою интуитивность за очень короткий промежуток времени. И также увидеть, какой силой вы обладаете, какими знаниями обладает ваша интуиция. Вы стали называть это сверхспособности. И очень малочисленность тех, кто правду о них говорит. Оно идет через передачу этих развоплощенных душ, которые выдают себя за кого угодно и вещают. Это программа нефилим, которые активировали свою ту злобу, ненависть, к самому человечеству. К той божественности, которая есть у человека. И эта ненависть с такой скоростью разрушает. Множество из вас даже догадываются на рассвете, если находятся в поиске. Или множество раз прочли веление Профит, наука изреченного слова, где там очень быстро раскрываются ваши эти сверхспособности. В этих велениях практическая подсказка, как вернуть эту божественность в себе, как ее раскрыть, а она уже покажет, как вам раскрыть свои сверхспособности. Это ваша интуитивность, это ваши драгоценности, которые вы не хотите брать и не хотите туда смотреть. Кроме всех этих внедрений, вы так обленились, находясь в человеческой форме. А рассудочная часть порой кажется, что находится на уровне ниже вашего животного, и поэтому вы этим восхищаетесь. Таким восхищением вы еще больше блокируете свои знания, свои божественные энергии. Они очень усилились. И в эти огненные врата они активированы с неимоверной силой. И огромная возможность у огромного количества человечества понять и познать, и выйти на ту честную свою, интуитивную, дыхательную составляющую, которая раскроет вам ваше видение. Видение, которое вы и есть. И какими вы дарами, талантами, каким могуществом вы обладаете. Это нужно немедленно сейчас раскрыть как можно огромному количеству человечества. И тогда это дыхание, сознание – это и есть медитация. Когда дыхание, сознание едины, это и есть медитация. Вы практически переходите в это состояние недремотное, бесцельное, осознательно создающее себя, утверждающее свободу в себе. И это должно стать первичным, чтобы растворить в себе эту тьму и освободиться от этих развоплощенных душ и программ нефилим, которые так яростно борются. Ибо они свет удержать не могут. Он пробивает все то, что ими создано. А удерживайте их вы. Вы многочисленные, вас миллиарды. И вот вы как раз те, кто так страдает и над кем они потешаются. Над теми, кто предназначен был для того, чтобы остановить эту тьму. Они потешаются, а вы покорно продолжаете проживать. Если вы принимаете решение, что медитация – это естественное, настоящее, чистое ваше дыхание. Медитативность вашей интуитивности. И вот когда такие настойчивые утверждения начинают у вас происходить, вы тогда останавливаете в себя вторжение. Вы, проведя несколько вот таких практик утверждением, вы начинаете создавать свой столб света. Он у вас создается внутренне. И чтобы больше понять, нужно просмотреть предыдущее видео этого канала «Новое пробуждение человечества». И когда ваша чистота начинает входить в уровень человека свободы, вас покидают страхи. И когда вас покидают страхи, вы ясно можете чувствовать, что с вами что-то не так, что кто-то находится в вашем аурическом теле и области гортани или силовом аспекте вас. И вы своим произношением можете усилить и освободить себя. И показать это для множества других, у которых еще нет знания об этом. Ваша гортань, область горла, является силовым аспектом вашей божественности в вас. От вашего звука, от вашего настойчивого произношения зависит ваша сила в вас. Это волевой центр. Воля небесного Бога во мне, превыше всего, даст вам очень быстрое вибрационное освобождение. И звук вибрационный действует. При этом, он очень быстро освобождает ваши физические тела и ваши энерготела. Именно волевой центр создает вибрацию. Проговаривая голосом вслух, вы меняете вибрацию. Вы можете вибрировать через любую часть тела, высвободить ее свободным собственным звуком. Волевой центр – это первичная ваша составляющая, из чего вы состоите. Звук. Вашим четким произношением, касаясь сознательно вашей гортани, это также есть медитация. Когда вы произносите какие-то слова в единстве сознания с гортанью, это тоже медитация. И при том, это самая полная, объединяющая вас внутри сила и освобождающая одновременно от всего ненужного. Сосредоточив все внимание свое на гортани, вы произносите и меняете вибрацию голоса своего практически очень сильно. Вы освобождаете при этом свои голосовые связки. И таким образом, божественная медитация начинает управлять в вас. И тогда это будет настоящая медитация. Учитывая то, что измеряемость планеты изменилась, в связи с этим изменилась сама медитация. Она ускоренная, она другая стала. То, что когда-то вы слышали от многочисленных настоящих учителей, как нужно медитировать, это изменилось сейчас. И очень активной стала она, эта медитация, она стала другой. И вы часто в ней находитесь, но при этом мыслите ни своим сознанием, ни своей интуицией, создаете себе огромный пласт кармы и все ниже и ниже начинаете вибрировать. То есть мерность энергии планеты изменена. И она шквалом идет на вас. Она не касается вас, если вы это не принимаете своим сознательным, подсознательным уровнем и произнося не слушаете, что говорит ваше подсознание. Ибо даже если вы молчите, ваше подсознание действует, творит. А действуя бесконтрольно, вы усугубляете свою карму, и ваш уровень становится все тяжелее и тяжелее. Вот это и есть переход. Переход сознания на более высокий уровень. И в этом переходе необходимо всем потрудиться, но не настолько сложно, как вам это рисуют и как вас этим пугают. Это ваше естественное состояние, ибо вы были такими. Вы ими были там, на глубинах ваших ДНК, ваших клеток, атомов. Вы такими и остались. Если вы создадите настойчивое и честное ваше намерение к себе, вы это можете очень быстро найти. И вот в эти открытые огненные врата это доступно множеству. И поэтому все эти действия, которые уничтожают человечество, они активировали с большой скоростью. Ваш уровень развития достиг практически совершенства, но за многочисленные столетия вас переубедили в том, что вы ниже уровня животного. Поэтому вы согласны вот так уничтожать друг друга. Это их программа работать стала в вас. И когда вы это поймете, вы можете очень быстро это остановить. Никого вы не можете убить, не убивая сначала себя в себе. Конечно, неимоверное разрушение, которое вы несете планете. И поэтому, прежде чем медитировать, создавайте, возвращайте себя в это состояние ответственности. Призовите его, создавайте его. Это изначальное, золотое правило ответственность. Это связано с тем золотым правилом, которое никто из них не перепишет. И когда это становится главенствующим у вас, вы обретаете неимоверную силу. Вы становитесь во сто крат сильнее, ваш рассудок освобождается, и вы тогда можете составлять мысли, говорить по-другому. Все у вас другое происходит от одного слова ответственность. Освобожденное сознание уменьшает стрессы, убирает всю нервозность, всю бедность. Ведь вы бедны не только потому, что они забирают все богатства планеты себе, а вы добровольно от них, там на подсознательных уровнях, вы от них отреклись. Ибо загружено сознание вот этими развоплощенными душами, сублимациями, программами глобалистов. Как только вы это освободите, вы по-другому начнете жить, проживать и действовать. Вы основа всего. Вас великое множество, и никто из них не сможет удержаться. Управлять вами невозможно, вспомните об этом. Ваш призыв к своей интуитивной световой медитативности даст вам это освобождение. Это необходимо сделать как можно быстрее вам в это время, пока открыты такие мощные переливы этого могущественного космического огня света на вашу планету. Успейте, делитесь с великим множеством и станьте настоящими божественными существами света, какими вы и были созданы изначально. И пожелайте себе, что никогда не произнесете этого слова медитация. В начале ответственность, а потом усилить свет в себе. Поменяйте ее звук медитация на усилить огонь космический в себе, усилить свет в себе. Ответственность. И когда это становится вашим звуком вашей области гортани волевым центром, этот звук должен стать управляемым, тогда одно ваше слово имеет более высокую сильную вибрацию и сносит низкочастотные вот эти программы и включение развоплощенных душ. Вы самостоятельно, волевым центром, это можете делать. Для более полного понимания просмотреть еще предыдущее видео этого канала «Новое пробуждение человечества». И эти открытые огненные врата дают человечеству шанс. Великий шанс на спасение освобождение. Вникните. Развоплощенные души или программы это мысли низкой частоты. Они бессильны. А частота вашего интуитивного дыхания волевого центра за считанные дни часы в это время может перевернуть все в вас. И ваша сила совершенства проявится. Ваша сила совершенства божественной мудрости светимости будет проявлена и признаваемая вами станет. Тогда этот свет еще больше усилится. Сам по себе он не может. Он может усиленно идти на планету. Но если вы сознанием своим помыслами своими этого не касаетесь он в обиход идет вас. Поймите эту необходимую вам мудрость. Множество из вас практически находитесь в этой измеряемости в этой силе. И вместе с тем если вы сознательно там на глубинах не убрали эти чужеродные программы вы это отторгаете. И вы все время находитесь в состоянии ожидания что кто-то за вас что-то сделает космос придет и наполнит. Это не происходит вот уже сколько времени только по той причине дана свободная воля и ее нарушить никто не может. Только эти нижне астральные сущности также нефилим сатанисты нарушают закон Бога. Сам Бог сами служители света его не могут нарушить. Вам нужно это признать как истину. И вот это признание истины воли Бога ваш волевой центр станет очень ярким очень сильным. То есть ваши слова будут звучать так что они не смогут удержаться. Сила ваша в вас только свободу нужно обрести на частотах энергии света усилить свет. Иногда вы очень быстро выходите в то состояние где вы понимаете что вам сделать и как вам действовать. И тогда ваша чакра души начнет пламенно гореть огнем космическим. Вы вдыхаете этот воздух сейчас вы практикуете это ваша душа наполняется этим космическим заревом рассвета. И вот все это вместе объединяясь придает вам такие умственные способности видения и это великий дар небесного творца который вот так вам дан и вы его не берете. Первично что вам нужно посмотреть в каких религиозных казематах или ложных учениях программах государства находятся ваши энерготела. если вы массово захотите заглянуть в свои сердца каждый в себе вы остановите все и убийство и всю ту тьму и те разрушите их дальнейшие планы что они из вас хотят сделать и это тоже открыто везде звучит убрать равнодушие коснуться своего сердца и найти истину каждому 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 необходимо и тогда тот изначальный мир 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 станет главенствовать в вас и при частоте произношения утверждение этого знаменательного действительного явно проявленного творения творца ваша интуиция ваши энерготела и все уровни вашего сознания по произношении силового мир 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 станут доступны вам и все суеверия которые они так тщательно внедряли столько столетий рассыпятся 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 и когда мир в ваших чертогах обретет силу настоящую вы никогда не будете ненавидеть вы будете слышать и понимать божественность в себе и умножать ее будете в себе в семье в стране и на планете и у вас не будет врагов мир 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 дыхание которое усиливает светимость силы бога во мне возродись это и будет вашей медитацией и если оно будет звучать у вас искренне всей вашей структурой силы вы меняете все вы выздоравливаете вы захотите жить вы вспомните как вы умели благодарить и любить планету и саму жизнь и станете славить ее и тогда это будет настоящая та медитация которую вы знали вспомните мир 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 с вами была цивилизация которая находится на вашей планете Лемурия Атлантида которая достигла высочайшего уровня Творца и мы верим в ваше пробуждение и мы верим в то что вам это под силу сейчас усильте свет умножьте свет умножьте мир 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 защитив себя своих детей саму жизнь святость жизни и планету ваши сердца умножают ваши силы вы только пожелайте найти там все ответы которые вам нужны ваши интуитивные сердца укажут вам путь который облегчит ваше пребывание в сотни миллиарды раз и вам захочется жить поверьте вы будете славить жизнь как и прежде сама настоящая небесная божественность пробудется у вас и навсегда мы благодарим всех кто принимает мудрость и делится ею с другими благодарность всем тем кто слушая принимает и передает другим кто верит в мощь своих сердец кто верит в восход солнца живого божества в силу всей планеты в силу созидания всего творения творца услышать на планете в стуке сердца небо человек земля сила свободы дельф курс дельфины проводник ольга курс содержит прямую передачу все уроки этого курса они практические и чтобы усилить более быстрое принятие высвобождение понимания есть необходимость прослушивания предыдущих видео этого канала когда выносим благодарность планете через передачу другим силы у нас в сотни тысяч раз восстанавливаются быстрее и больше в нас каждом кто это передает ложности здесь нет здесь истина горит пылает планета силу и свободу обретает та сила которая нам дана она усиливается сейчас в сотни тысяч раз и нам ее нужно взять по-настоящему честно принять нам необходимо ею стать не просто взять чтобы снести все эти безумные планы их тех кто потерял все и в своем безумии пытается уничтожить человечество и планету нам необходимо громко всем об этом вспомнить и восстановить ту изначальную проводимость световую и непомерную благодарность единства с планетой стать этим и навсегда потерять все страхи дать сиять своему солнцу внутри себя это самые важные дни и нам необходимо успеть здесь как можно больше активировать в себе эту силу вспомнить что совершенство наше находится в нас внутри это это волшебство которое так долго ждет своего пробуждения в нас это то волшебство это та величественная естественная волшебная сказка о которой мы так много подзабыли и даже в детстве не мечтали нам ее необходимо достать раскрыть понять и принять решайтесь решительности всем и делитесь этим как можно больше и чаще нам всем это очень нужно курс дельфины благодарность наша непомерно творением творца сириуса дельфинам и китам они незримо обучая нас любить самих себя и все творения создателя приглашаем на уникальный практический онлайн курс обучение которое ведут плеяда сириус дельфины настоящая активация божественности изобилие в единении осознанном принятии денежного изобилия в ускоренном режиме способствует поднятию в себе божественности усилить безусловную любовь активация чакровой системы восстановление баланса женской и мужской энергии гармонизация исцеление понимания любви на уровне элементала сознания тела врожденное техники выравнивания внутреннего позвоночника вертикальное дыхание способствующие синхронизации правого и левого полушария восстановление вибрации собственного голосового звучания освобождение рассудочной части воссоединение с божественной основой техники усиления интуиции первого чувства открытие нитей ДНК принимая сердцем чистый свет в честности возможно совершить мощный прорыв усилить магнетизм в себе принимать потоки 5D решайтесь нет возможности откладывать воссоздать силу божественности в себе важность этого обучения в том что честное принятие даст возможность передавать мудрость другим все это глобально для всех и касается каждого важно сейчас действовать честно спасаем самих себя в единстве ясности решительности всем приглашаем всех к познанию силы божественности в себе вопросы и запись по номерам в описании а и и Продолжение следует... Продолжение следует...